Всем огромный большой привет! С вами снова я, Нателла. Мои хорошие доброе утро, хорошие субботы! Надо, наверное, мне говорить немного погромче. Значит, моя семья в сборе, Людочка, приводит себя в порядок. Мама уже привела себя в порядок. Я машину уже прогрела. Ну, наверное, надо её прогревать. В общем, друзья, я ещё в эйфории. Я хочу поблагодарить... А, почему мы так? Будем обкатывать сейчас всей семьёй. Прокачу, естественно, Веру Анатольевну, нашу красавицу, Людочку. Сегодня она выходная, на работу ей в понедельник. Да, ну перестань, Кокки. Кокки такая толстая стала. Кушает много. В эйфории. В эйфории, вы знаете, друзья, значит, как я вчера насмеялась с комментариев. Друзья, мы тоже никогда не плевали на машину. Поверьте, всё в жизни происходит впервые. Ой, первый раз вижу, что плевали на машине. Коляка-моляка, тебе большой огромный привет. Друзья, ну, Вера Анатольевна так брызгает шампанским, как будто гладить будет. Ой, ой. Класс, спасибо. Спасибо вам большое за позитив. Вы знаете, я через ваши комментарии действительно почувствовала искреннюю радость. Огромное спасибо за личные сообщения. Даже некоторые открыли вчера венцо. И сестричка моя мне написала, что я, говорит, коньячку бахнула за тебя. И вторая сестричка написала, да слёз очень рада. Спасибо тебе, Женечка. Женечка, это моя сестра двоюродная. Светочка, Женечка, Светочка Зая, Катенька, Наташенька. Мои подружки Верочка, которые... Верочка ещё одна. Светочка, которая у меня на канале. Леночка, моя скорая помощь, которая работает женщина-врачом. В общем, такие, которые, знаете, действительно, я с ними общаюсь и в личных переписках, и они более подробнее обо мне знают, чем, знаете, вот здесь вот на канале. Я сегодня встала, смотрю, а там действительно брызги от шампанского. Вчера же я не вытирала, но и правильно и сделала. Сейчас обязательно протру. В Кандубасице у нас. В Кандубасице такая вот погодка. Хотя бы не было дождя, ну, значит, дождь ещё обмоет. Правильно? Я надела... А, ещё мне писали, Нателла почему-то не подготовилась. Ты же знала, что будет красненькая. Надо блажиться красной одеть. Ой, ребята. Ребята, у меня вчера было утро такое, знаете, утренний мандраж. За того, как ещё не купили, очень волнительно было, как всё пройдёт, как, знаете, как... Вот, аж самой не верилась. А вдруг что-то помешает? А вдруг что-то изменится? А вдруг что-то пойдёт не так? Вот вы знаете, когда долго, очень сильно долго хочешь и очень долго выбираешь, вот. Вот. Особенно цвет цветом, особенно когда технические характеристики. И тут, о, Эврика, наконец-то ты нашёл то, что тебе надо. И действительно, вы знаете, мне все написали, за что огромное спасибо, что действительно хорошая машина. Естественно, спасибо Людочке, спасибо Жене, спасибо мне в первую очередь, наверное, извините. Вот, в общем, спасибо нам, спасибо моей маме. В общем, знаете, я как... Вот вам честно, такое состояние, вот, я никогда не была на премии Оскар, но такое впечатление, что мне вчера вручили Оскар. И вот, очень торжественно, в общем, я много болтаю, много болтаю. Конечно, не прошлось, ребята, без эксцессов, не прошлось. Значит, так как на мне ещё Деонексия. И мы как-то так подумали, ну зачем? В общем, всё-таки у Людочки тоже есть права, и она в скором будущем тоже сядет за руль. Пускай будет сразу на Людмилке машина. Но не тут-то было, друзья. И, кстати, такой произошёл. Значит, мы не можем оформить машину на вашу дочку, потому что она в этом реестре, в госреестре должников. Мы смотрим, она никогда ни кредиты не брала, ну, в общем, ничего. Вот, сумма 75 гривен. Я вам объясняю, значит, на работе, там, в ресторане, когда она работала, кому-то чек не выдала. В общем, налоговая нагрянула, оштрафовали, адвокату заплатили, штраф оплатили. И вот это вот госпошлина или что-то, я, в общем, не это самое. Вроде бы и бухгалтер вчера выслала все документы, квитанции. Но оформили на Людочку штраф, как на физическое лицо, и ей надо было вот этот 75 гривен чек предоставить в наш район, там, где мы живём. Вот, ну, короче, это за эти 75 гривен, и очень мы ждали долго, пока эти квитанции проверялись все вот там. Хорошо, они все проверились, но теперь же надо снять с этого сайта её, потому что нельзя машину оформить. Ждём, ждём, ждём. Уже три часа прошло, уже четыре. Представляете? Представляете? Почти с полдевятого, вот когда я видео выложила. Вот такая уже всё, думаю, ну, боже мой, всё равно я первая, я первая друзьям сейчас расскажу. В общем, короче говоря, друзья, я не знаю, как, но мы этот вопрос порешали. Мы порешали этот вопрос. Вот сзади стоят мои колёса. Вот зимняя резина, она стоит. Сейчас девочка, Алёнка, заберёт свою резину зимнюю, которая у меня в сарайчике, вон, хранится, вон, в белых кульках. И свою поставлю. Ну, в конце октября уже буду, наверное, переобуваться. Погода пока тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо. Вы знаете, ночью вообще не спала, вообще. Ну, как, я, конечно, аутрирую. Какими-то промежутками думаю, 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 и всё думаю, смогу ли я, смогу ли я, смогу. Потом сама себя успокаивала. Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь. А потом думаю, господи, сколько в жизни таких было ситуаций, что вроде бы нет, а всё равно это же делалось, понимаете? Всё равно же это делалось. Так что сейчас всё зависит от меня. Люда в ресторане уже не работает. Она уже не работает три недели. Я уже об этом могу сказать. Она уже в инстаграме пост выложила. Вот так вот и говорили, да, ваш ресторан, ваш ресторан. Нет, дорогие друзья, не наш ресторан, всё. Люда ли ушла, или её ушли. В общем, говоря, моя дочка уже, её сразу же, знаете, забрали. Всё у неё хорошо, она уже работает. В дальнейшем обязательно расскажу, где, что и как, потому что, ну, это не моя ситуация, а ситуация моей дочки. Ну, так как вы видите, если покупка машины, значит, у нас тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо. Знаете, могло бы, конечно, быть и лучше, но всё хорошо. Так, кофеёчек. Очень понравился мне молодой человек, который продавал машину. Вы знаете, побольше таких продавцов. Не перекупщик, молодой, уезжает на работу, в Германии будет работать. Это первый выезд его за границу. Едет на работу, работать, говорит Нателла. Ну, я представилась, как Нателла. Он говорит, вот такое имя интересное. Ну, естественно, потом сказала, что у меня канал Ютуб, и разнакомились. Вот, уезжает он, потом его продаёт. Ездил на Ланосе, потом ездил вот на моей, вот этой вот же... Год поездил. Очень много для машины он сделал. Там такие вообще противотуманки, свет такой хороший, всё хорошее. И как мальчик, знаете, мальчики там буфера такие с музыкой стоят у меня. Не знаю, буду ли я пользоваться, но Люда будет пользоваться. По всей машине подсветка. В общем, люстра. Сделал как люстру. Ну, ничего, знаете, дело молодое. Пускай, пускай. Вот. Потом приехал, когда уже была сделка, когда уже отдали деньги. Кстати, я столько много узнала о деньгах. Сейчас о деньгах, вернее, о деньгах. Меня вечно Женя поправляет. О деньгах, а не о деньгах. Чтоб я ударение правильно ставила. Ну, мне кажется, это не столь важно, лишь бы они были. Когда приехал его отец его забирать, тоже пожелал нам хорошего пути, девчонки. А там, когда нам машину помогали с учёта снимать, там был человек. Потом становить на учёт. Вот это же он ходит такой, ходит с нами. А там коллеги его. Мол, типа, девчонки класс. Мы такие. Да-да, мы такие. Когда пошли с дочкой получать, когда уже сняли там её с реестр должников. Так что имейте в виду, кто в реестре должников, заходите, кто в Украине. Государственный реестр должников. Вводите фамилию, имя, отчество и год рождения. Проверяйте, потому что вы тоже об этом даже... Вы об этом даже можете не знать, друзья. Вот когда столкнетесь, то... Правда, в масках никакого, ничего не требовали там. Слава Богу, никаких этих, скажите, зелёных паспортов пока пронесло. Вот именно там. Это точно, наверное, от района зависит. Ну да, наденьте маску. Никто, ничего. Как мы тогда зашли. Кто вас сюда пустил? Вы кто такие? На каком основании? Вы не привиты? Типа, вы вообще не люди, понимаете? Это действительно на местах зависит. Район от района отличаются, девочки. Как и вы мне писали. Он после меня. Женщина пошла, говорит, Нателла. Говорит, я в шоке. Меня везде пустили, да, у маски. Ну, везде ничего, говорит, никакой прививки не требовали. Ну, каждый сходит с ума по-своему. У нас сошли с ума, видите как, радикально полностью. Вот, получили так и дальше. Получили техпаспорт. С Людочкой так друг друга поздравили. Я говорю, Людочка, с техпаспортом. Она говорит, мама с машиной. Ну, короче говоря, друзья, вот так. И сейчас... Не знаю. Ну, конечно же, наверное, будет возможность снимать. Просто я сейчас не выезжаю на машине. Сейчас жду Алену, чтобы колеса забрала. Чтоб я могла потом выехать. Ну, чтоб место было, да, возле гаража. И поедем. Поедем и помчимся. В общем, ну, дело в том, что, друзья, если нет помощника там на МРЭО, да, ну, вы все понимаете, это очень сложно. Наверное, все вы, да, когда-то покупали. Да, электронная очередь существует. Все. Но занимаешь электронную очередь, но все равно не так, как хотим. Все равно надо целый день потратить на это. Целый-целый день. Не знаю. Мне бы сейчас, знаете, у меня такое вот состояние такое, знаете, не состояние. Все, свершилось. Все. Она моя. Теперь сколько будет у меня забот. И я своих предупредила. Теперь от меня каждый день свежих обедов. Борщей не ждите. Все. Меня нет. Я поехала, поехала и поехала. Ну, вроде бы все и согласились. Только Женя говорит, ну, хотя бы раз в неделю борщ. Я говорю, хорошо, раз в неделю борщ я приготовлю. Приезжай, кушай, открывай дом, приезжай, кушай. Уж очень сильно любит мои борщи. Может, из-за того и денег дал, потому что вкусный борщ, понимаете. Да, спасибо, да. Писали, писали вы мне, что Женя проявил себя. Ну, понимаете, у нас не была договоренность давно. Он обещал мне, обещал. Знаете, мужчины держат слово. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ой, ладно. Давайте так. Я вас всех поблагодарила. Всем огромное спасибо за участие. Огромное спасибо за классные комментарии. Мы не плевали на машину. Мы ее брызгали шампанским. Надеюсь, обязательно Люда будет снимать, как я буду за рулем. У меня сейчас, знаете, страшно. Она маленькая, хорошенькая, уютненькая. Ну, понимаете, для меня она как новая. Мне аж страшно. Мне аж страшно. Ну, это на словах страшно просто. Я себя, конечно же, возьму в руки. Сейчас выйду задом. Аккуратненько. Первая, вторая. По кольцу. И погнали на заправку. И по прямой, по прямой. Буду, Людочку, пока недельку у меня есть обкатки. Обкачусь ее. Поменяю все масла, все вот эти вот, потому что уже пора. И в добрый час. В добрый час. Попытаю счастье. Получится, получится. Ну, не может не получиться. Ну, не может не получиться. Девочки, вот что я хочу этим сказать. Понимаете, как Москва слезам не верит, да? В 40 только жизнь начинается. Сейчас все по-другому. В 50 только жизнь начинается. Я вам серьезно говорю. Я вам серьезно говорю. Все, всем мира, всем добра, всем бабла. Я с вами не прощаюсь. Обязательно сегодня мы с вами увидимся. Будет весело. Люда, как всегда, устроит шоу-контент. Все, пока. А за Людочку не переживайте. Хочу сказать, там будете сейчас написать, что случилось. Нельзя себя давать в обиду. Нельзя себя недооценивать. Не в личном плане, а на работе. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok